Продолжаем учиться создавать свой личный бренд с помощью такого инструмента, как видео. В этом уроке мы с вами познакомимся с десятью последовательными шагами, которые приведут нас к результату. О чем эти шаги? Смотрим через пару секунд. Все мы знаем, как я люблю стратегию маленьких шагов. Шаг за шагом к результату. От маленькой цели к большой цели. И вот сейчас мы с вами познакомимся и пройдем, просто пошагово для себя наметим план последовательных шагов, которые приведут нас к значимым результатам. Итак, первый шаг – это сделать план работы. То есть, мы должны вместе с вами создать фундамент своего проекта. Для меня это вот такая карта, которую я создал и вам показывал, с ней знакомил. То есть, пошаговая карта. То есть, это вот создать, сделать план, фундамент своего проекта. В этом плане должны быть очень хорошо проработаны, прописаны те слабые точки, места, контент-план. То есть, все-все-все надо важно прописать. Это у нас что-то вроде оглавления книги, назовем это так. Оглавление книги нашего успеха. Дальше, вторая. Второй шаг – это мы должны с вами проработать точку знакомства с нами, как с экспертом. То есть, точку знакомства с вами, как с экспертом. То есть, некая такая должна быть точка входа, куда будут приходить наши зрители, наши покупатели, вот наши подписчики, те люди, которые будут приходить и знакомиться с нашим брендом, с нашим личным брендом, либо с брендом вашего магазина. Это может быть канал на Ютубе, это может быть группа в социальных сетях, это Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм, все что угодно, либо сайт. Хорошо, когда это все вместе, то есть, когда у вас есть несколько точек входа, где вы начинаете собирать, аккумулировать вашу аудиторию. Дальше. Естественно, нам необходим экспертный контент. То есть, мы уже сначала поняли, какая тот точка входа, какая точка знакомства с нами будет, нами прорабатываться, и мы начинаем для этой точки входа готовить экспертный контент. Контент, который мы можем давать своим зрителям. Мы можем давать его на канале, в группе, давать какие-то советы, делиться результатами, да. Вот. И опять же, мы для себя понимаем, в каком виде мы будем давать этот контент. Это могут быть видеоролики, статьи, посты, какие-нибудь, не знаю, лайфхаки, все что угодно. То есть, мы здесь определяем. Ничего не делаем, просто определяем, потому что мы знакомимся сейчас с шагами. Дальше. Мы определяем рекламную стратегию. Вот очень часто люди пытаются, они думают, что если они сделали какой-то классный контент, то тут же набежит огромное количество читателей, зрителей, подписчиками начнет лайкать, смотреть. Нет, друзья мои. Здесь надо опять же определить, какую первичную рекламную стратегию вы для себя изберете. Это может быть RCA, это рекламная сеть Яндекса, либо Google Ads. Все что угодно. То есть, в начале пути вам, для развития вашего личного бренда, всегда необходимо будет немножко поливать рекламным трафиком, чтобы люди начинали о вас узнавать. То, что вы хороший, классный эксперт, то, что вы можете давать классные советы и о вас знают пять, двадцать, тридцать человек, это вовсе не значит, что они будут делиться и рассказывать о вас, как о специалисте. Вовсе нет. Итак, после того, как мы уже для себя разобрали экспертный контент, который будем делиться, определили рекламную стратегию, мы начинаем консультировать. И это вовсе не обязательно, что мы там делаем большую деятельность, делаем себе лендинги. Мы просто предлагаем людям в качестве за отзыв, за какой-то взаимопиар там, да, то есть давать консультации. Это может быть все, что угодно. Вы даете классные консультации о том, как выйти замуж, пожалуйста, давайте это бесплатно и получайте обратную связь. Вы рассказываете о том, как правильно настроить какой-нибудь рекламный кабинет, опять же, давайте и расширяйте. То есть люди очень любят получать бесплатные консультации. Слово бесплатные здесь очень важно, потому что многие сразу хотят перейти из бесплатные консультации в платные. Друзья мои, я два года делал бесплатные консультации. У меня есть, я поделюсь в следующем видео, в одном из видео, я поделюсь с вами просто чек-листом, скриптом бесплатной консультации, где вы за 15 минут поймете для себя, насколько важен вам этот подписчик, зритель или будущий клиент это или просто проходящий мимо шаромыга, по-другому не назвать, да. То есть, и здесь важно, то есть, вот важно, что когда вы начинаете консультировать, то даже ваш пост, ваш ответ в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме кому-то, это тоже является прокачкой вашего личного бренда, потому что, когда вы приходите в сообщество, где идет обсуждение, допустим, про Ютуб, про способы продвижения, про способы монетизации, я очень часто там, если чувствую, что мой совет будет уместен и есть на него запрос, могу дать совет и опять же проконсультировать человека, даже он даже не поймет, что это консультация, потому что я дам ему совет, при помощи которого его канал, либо его видео может стать лучше. Используется он или нет им, это его личное дело, но опять же консультации, это опять же такой очень хороший формат взаимодействия. То есть, люди должны ассоциироваться с вами, что у них, если есть какая-то проблема, вы тот эксперт, вы тот человек, который может решить эту проблему. Люди никогда не запоминают там симпатичный вы, либо нет, они воспринимают вас, сможете ли вы решить эту проблему, когда она возникнет еще раз или нет. Или они могут вспомнить вас, как эксперта, либо специалиста по решению тех или иных болей, проблем и поделиться вашим профилем, вашим аккаунтом, вашим ютуб-каналом, где-то у себя в сообществе. Дальше. Внимание. Мы делаем консультации, обязательно мы делаем консультации с отзывами. Почему? Потому что многие делают консультации и ждут, что люди сами напишут о них отзыв. Друзья мои, пока вы не попробуете, пока вы в самом начале это не потребуете, вот ключевое слово потребуете. То есть, если вам понравится моя консультация, я попрошу о вас, с вас там отзыв или видеоотзыв. Я сейчас, небольшой лайфхак вам сразу, я сейчас изначально говорю, что вы получаете запись нашей консультации, после того, как я увижу отзыв о себе или о своей консультации. Да, это буквально, буквально в смысле слово, мы требуем отзывы, потому что очень часто люди, получив от нас ответ на свой вопрос, либо решение их проблемы, либо способ решения их проблемы, они просто уходят и забывают, потому что они, в принципе, да и мы в том числе, очень часто думаем, сейчас вот мы напишем отзыв, потом некогда, потом завтра, потом то. Друзья мои, отзывы собирайте о себе, вот буквально, да, кому-то дали классный совет, Сережа, напиши мне отзыв, кому-то помогли в, не знаю, построить гараж, да, пусть напишут, то есть отзывы собирайте об эксперте, о себе, то есть начинайте аккумулировать отзывы о себе, потому что это та коллекция, которая будет отрабатывать те самые возражения. Дальше, друзья мои, следующий шаг – это коллаборации. Когда вы начинаете уже светиться в социальных сетях, уже у вас есть некий бэкграунд, у вас уже есть группа подписчиков, там 3-5 тысяч людей, к вам будут приходить люди для коллабораций. Ну, они будут говорить о том, что им важно ваше мнение как эксперта, по сути они будут вам врать. Им очень важно будет ваша аудитория, чтобы распределить свои, скажем так, знания, свою ауру, свой личный бренд на вашу аудиторию и, скажем так, за бесплатно, потому что коллаборация очень часто это вы мне и я тебе, рассказать о себе как о бренде вашей аудитории. Вы должны четко для себя прояснить, что чем круче ваша аудитория, тем больше людей будут приходить и предлагать вам коллаборации. И здесь важно для себя прояснить четкую и плавную позицию, то есть у вас должен быть материал и у вас должны быть условия, на которых проходит коллаборация. Потому что очень многие люди делают коллаборации, но потом, когда вы начинаете читать договор, то то видео, которое вы вместе записали, оказывается, будет размещено только на канале того человека, кто к вам пришел. Либо вы не имеете права размещать это видео, потому что будет дубль контент. Либо вот все, что вы делаете, у вас должен быть договор. Без договора нет разговора. Это главное правило коллаборации. Дальше. Вы можете сделать некие нишевые события. Ну, допустим, делать некие выставки, семинары, либо участвовать в них. Но я не сторонник этого, потому что это очень время затратно, трудозатратно. Вас могут звать на какие-то семинары, онлайн-встречи, конференции. Я объясню почему. Вот смотрите. Вы в своем начале пути можете быть приглашены спикером на какой-нибудь неизвестную конференцию или известную конференцию. Но опять же, смотрите, чтобы вам подготовить материал для этой конференции, это будет там день, два, три. Ну пусть возьмем три дня, чтобы подготовить материал, сделать доклад, сделать презу, ну презентацию и это грамотно все упаковать. Это три дня ради этого доклада. Потом вы будете готовиться. И я вас уверяю, то есть тот день, когда вы будете выступать, вы ничего другого сделать не сможете. Вы будете просто, сначала вы будете готовиться и выступать на этой конференции, даже если он на онлайн, а потом вы будете это все пережевывать. Вы будете отвечать на вопросы ваших там зрителей, вы будете что-то делать такое там, да, вы будете отдыхать после классного яркого выступления. И вот в данном случае, то есть после этого у вас еще будет день для того, чтобы включиться в работу. Вопрос. Сразу для себя поставьте. Готовы ли вы поставить пять рабочих дней, пять эффективных своих дней, которые вы можете раскочегарить и поставить на свой личный бренд, отдать кому-то, прокачать чью-то конференцию. И очень часто на эти конференции, на эти выставки, на эти семинары зовут, ну в лучшем случае вам оплатят билет туда-обратно, это было раньше, да, там ну еду какую-нибудь там, замух, там гостиницу третьего класса, ну дадут какой-нибудь там мерч, там маечки, блокнотики и на этом все. Понимаете, заработать на этом много невозможно. Вам скажут, что это классно, там будет ваша аудитория. Я на своем опыте скажу. Десять лет я посещал всевозможные семинары, выставки там, вот эти конференции. Туда приходит в основном огромная масса людей, которые не готовы покупать мои консультации, допустим, за деньги. Они приходят в надежде, что они якобы со мной познакомятся, там заколлаборируются и качнут инфы. То есть туда приходит вот эта вся тусовка, это тусовка качателей бесплатной халявной инфы. Знаете почему? Потому что у людей, которые заняты настоящим серьезным бизнесом, у них есть свой нетворкинг и они мало посещают такие вот предприятия, такие конференции. Это больше похоже на такую тусовку, где ты мне, я тебе и где все пытаются качнуть какой-то инфы. Это лично мое мнение. Поэтому здесь нишевое событие, наверное, хорошо, но в начальном этапе для прокачки своего бренда это пока, ну, не так эффективно, как и то, как неэффективно писать книжку. Потому что это большой-большой расход и у меня есть стойкое, четкое убеждение, что вот этот вот весь тренд, что типа эксперт должен написать книжку, подогревают издательство, которое сейчас находится, ну, скажем так, в не самом лучшем состоянии. Потому что они вот подогревают этот тренд, что вот эксперт должен написать книжку. Книжка, друзья мои, это очень время затратное, ресурсоемкое и финансовое емкое занятие. И очень часто вы, когда даже напишите книжку, вы поймете, что люди, которые говорили, ой, да-да-да, жду вашу книжку, они ждут ее не на полках магазина, а где-нибудь на сладчинах, чтобы скачать, ну, и даже не прочесть. Потому что прочесть это время, это скучно, это некогда. Поэтому относитесь к этому серьезно. Дальше, что бы я еще хотел вам сказать. Вы сверкаете, где можно и где нельзя. Вот важное слово, где нельзя. То есть, вы можете создавать очень классные видеоролики, вы можете создавать очень классный контент с такими трендовыми запросами. Например, вы учите людей правильно говорить, либо вы учите английскому языку. Нет ничего проще, создайте пятьдесят, там, пять профессий, которые могут вам, где может вам пригодиться английский язык и делайте каждый день по одному видео по этим профессиям. Вы можете создавать, допустим, самые обеспеченные, самые там высокооплачиваемые профессии в любой нише. Почему? Потому что это то, что люди нажимают. То есть, как зарабатывать сорок долларов в час, работая, не знаю, репетитором по математике. Вы же никому не скажете о том, что вы зарабатываете сорок долларов в час, но один час в месяц. Потому что у вас есть специфический или очень особенный ученик, который приходит к вам заниматься из Соединенных Штатов Америки и вот именно к вам и именно он платит вам сорок долларов в час. Все остальные платят вам гораздо меньше. Но какая кликабельная обложка? Вы скажете, это немножко неправильно и это делать нельзя. Друзья мои, прокачка своего личного бренда – это то, что приносит вам узнаваемость. Это то, что приносит вам охват. И здесь вы, если видите, что у вас есть о чем поговорить, именно поэтому мы будем делать отдельный канал, свой канал, где вы будете, и я в том числе, будем рассуждать о жизни своей там, да. То есть, такой небольшой там, допустим, Некрашевич Лайф. Для чего? Для того, чтобы мы на этом канале также собирали запросы. Например, вы создаете один раз в неделю какой-нибудь видеоролик, который не касается вашей темы, вашей экспертности, но у вас есть на этот счет мнение. И вы по нему заходите. Если вы делаете один ролик в неделю, то за год у вас получается 55 роликов. Условно. За три года 150 роликов. 150 ключевых слов. И даже если каждый ролик на отвлеченную тему, о ваших воспоминаниях, о том, как вы занимались пикапом в молодости, 55 там цитат знаменитых людей или там 22 способа пригласить девушку на свидание, если вас эти видеоролики, 150 видеороликов увидят хотя бы по 1000 человек, то это охват в 150 тысяч человек. И поэтому вы должны сверкать где угодно и как угодно. И последнее то, что мы делаем, это постоянная задача создания сообщества вокруг нас. Вы сейчас находитесь на школе, в школе видеоблогеров, где мы и я в том числе отвечаю на ваши вопросы. Отвечаю на ваши вопросы под видео, стараюсь отвечать на прямых эфирах на ваши вопросы в качестве видеороликов, в видео ответах. Там, где мы сделали для вас специальные группы, да. И в данном случае YouTube канал является созданием сообщества вокруг нас. Вокруг учителей, преподавателей школы видеоблогеров. И вокруг меня в том числе. Также есть школа фриланса, где я также выступаю, рассказываю, делюсь, и я создаю тоже сообщество вокруг, давая ценные, полезные, эффективные советы бесплатно. Нет, у меня есть и платно, но я делаю бесплатно, потому что я создаю сообщество. И вот это сообщество вокруг себя, как эксперта, как бренда, это очень и очень важно. Потому что то комьюнити, которое вы около себя создаете, это тот фундамент, который вы заложите и будете развивать. Но очень важно, что вы этому сообществу должны давать ценный, полезный контент, отвечать на их комментарии, писать им и мотивировать их отвечать вам. Почему? Потому что если вы считаете, а многие считают, что главное, вы даете контент, и вы вокруг себя собираете сообщество. Нет, люди часто забывают. Если вы не будете в информационном поле более там, там двух-трех месяцев, то о вас точно забудет половина. Через полгода о вас уже не вспомнит и никто. А через год вы можете забить на себя, на канал, на все остальное, потому что вам надо будет делать все заново. Думаю, что был вам полезен и эти десять шагов откликнулись в вас. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться, потому что мы дальше будем разбирать шаг за шагом тот формат, как правильно создать свой личный бренд с помощью видео. Если у вас есть свои замечания, пожелания по этому уроку, можете написать их под видео, а мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова